Топ-100 Парооборот структуры более 11 миллионов рублей в месяц. Итак, встречаем Радик Киямов, город Уфа. Аплодисменты! Всем привет, друзья! Спасибо! Да, знаете, самое трудное выступать, когда надо много сказать за очень краткий промежуток времени. Поэтому часы тикают, будем двигаться. Друзья, скажите, пожалуйста, кто сейчас работает, где-либо уже зарабатывает 100 тысяч? Не в Reflame, но где-то работает. Поднимите руки, есть такие? В месяц, да, в год тушь совсем. Отлично, есть такие люди, просто думаю… У нас очень часто история про то, как было плохо, но у меня тоже почти такая. А тут стало хорошо и хочется рассказать про историю, как вот ты пришел и уже было классно. Поэтому начну с истории, мне бы кликер еще, да, я бы даже сам переключал. Вот, друзья, расскажу про себя. А, будут переключать. Это мой первый автомобиль, на котором я начал работать, зарабатывать. Я очень редко рассказываю свою историю, но сегодня, я думаю, что надо немножко рассказать. Я учитель истории по образованию и 5 лет работал в школе. Вот, поэтому я не знаю. Самое главное, что я из этого вынес. Кто-то скажет, что это такой опыт, кто-то такой. Но сразу скажу, у меня был класс седьмой, где половина класса стояла не на учете в полиции. И с ними очень весело было. То есть это как в том Яралаше про Хазанова, помните? То есть заходишь, ты не знаешь, что будет. Половина класса не умела читать внятно, понимаете? Вот, поэтому что могу сказать? Самое главное, чему я научился в школе, тому, что надо, как работать с людьми. С детьми, с людьми и так далее. И следующее, чем я занимался дальше. Я понял одно, что в школе денег нет, надо двигаться дальше. Я работал два года администратором в культурно-развлекательном центре. Так это называлось. Но по большому счету это был такой мощный и самый известный ночной клуб в нашем городе. И это тоже мне дало определенный опыт. Мало того, что опыт управления с людьми, но самое главное, наверное, я как за два года понял все про эту жизнь. Все, потому что были очень разные люди и очень разные вопросы приходилось решать. После этого я начал работать менеджером по продажам. Здесь вот как раз мы прибиваем, учимся, скажем так, как делать крышу и как ее потом продавать. В общем, это начало. Это было то, последнее, где я работал, прежде чем попасть в Reflame. Почему пришел в Reflame? Потому что мне было достаточно этого опыта за 7 лет, скажем так, работы по найму. Я понял, что где бы ты ни работал, что бы ты ни делал, работаешь в бюджете, работаешь на крупную компанию, потому что компания последняя, где я работал, Технониколь. Тем не менее, ты всегда будешь на кого-то работать. И мне очень повезло с моей первой презентации, и я услышал цифры сразу. Я услышал цифры, и мне очень было просто. До работы менеджером по продажам у меня был план. В месяц сделать 2,5 миллиона. Я получал 1% свала, то есть 25 тысяч рублей. Прикольно, да? В 2006 году. Придя в этот бизнес, я через 2 месяца зарабатывал те же самые деньги, но с оборотом 250 тысяч рублей. Понимаете разницу? То есть я начал в цифрах смотреть, потому что на самом деле я думаю, что легче и правильно смотреть через цифры. Я пришел по одной причине, я хотел свой бизнес, я думал, чем заняться. И конечно, я пришел за женой, вернее не конечно, а так случилось. И наверное, когда мы начали работать вместе, пошли очень классные результаты. Сегодня было очень крутое выступление про то, как Марии Колосовой, как сжигать мосты, как начинать действовать. И у меня была такая же история, я просто уволился в никуда, и это было конец декабря. И перед Новым годом я увольняюсь и сообщаю всем, что я ухожу строить свой бизнес в Reflame. Довольно авантюрно, довольно смело, наверное. По крайней мере для меня. Это конечно не самое смелое, что можно в жизни делать, но тем не менее. Причем это было через полгода после свадьбы моей. То есть смотрите, у меня тесть, он на меня посмотрел, я помню, и подумал, за кого замуж выделили. Через полгода после свадьбы увольняется и говорит, буду работать в Reflame. Нормально? Нет, человек? И тем не менее, мы начали соревноваться с ним. У него тоже свой бизнес и проходит, допустим, неделя. Он приходит и говорит, я заработал на этой неделе вот столько рублей, у тебя сколько? У меня пока нисколько. Прошло месяц, я заработал за месяц, он говорит 50 тысяч, сколько у тебя? Ну не 50, я вру, он заработал где-то на 20, да? И так далее. Каждую неделю, каждый месяц он меня спрашивал, сколько у тебя? Мне понадобилось 2 месяца, январь, февраль. В феврале мы открыли индивидуальное предпринимательство, и я принес, положил свои первые 50 тысяч. И с этого все началось. Что хотел самый главный вывод по этому поводу сказать? Когда ты начинаешь что-то делать серьезно, надо все-таки правильно, это идея с тем, что ты должен сжигать мосты. Я не рекомендую сейчас с тем увольняться, но тем не менее подумать об этом. Когда у тебя нет движения назад, у тебя капают, то есть у тебя есть определенные платежи, и ты двигаешься. У тебя есть краткий промежуток времени, когда ты должен сделать результат. Мне лично это помогло за 2 месяца выйти на доход в Reflame. Что самое главное? Главная мотивация вы видите, что заставляет двигаться каждый день. У кого такая же мотивация, как у меня? Скажите, пожалуйста. Ну отлично, здорово. Поэтому здесь очень важный момент. У меня 2 сына, и я себя просто в какой-то момент поймал на мысли, что я могу им рассказывать, как надо делать. Я могу рассказывать про то, что надо заниматься спортом, заниматься своим бизнесом, учиться, просвещать тренинги, увеличить свой доход, вести здоровый образ жизни. Все это можно рассказывать. Но проблема в том, что они будут делать что? То, что делаешь ты. И я очень не люблю какую-то идеальность. Мне всегда лично раздражает, когда все очень красиво. Очень идеально. Но вот здесь я просто подумал, а что я могу сделать сам собой? Я начал над этим работать, и я в процессе. Я еще просто хочу улучшать свое здоровье. В этом году я принял решение, например, как и многие, вернуться еще раз. Но не в спорт, конечно, но хотя бы каждый день что-то делать для здоровья. Конечно, wellness – это давно, давняя история. На вэдж, конечно, но самое главное – это быть примером для детей. Это то, что меня мотивирует ежедневно что-то делать. Следующий момент. Хочется сказать про игрушки. На самом деле, скажите, пожалуйста, кому-то интересно с автомобилем. Расскажу историю. Недавно был на автомойке, и прям два мужика стоят и прям обсуждают. Они, видимо, то ли меня не заметили, то ли не поняли. Начали обсуждать машину. Сколько стоит машина, он спросил. Я говорю, 2,240. И они прямо говорят, ну я никогда бы не купил такую машину. Зачем за 2 миллиона? Никакая машина 2 миллиона не стоит. Я лучше бы квартиру купил. И так далее, и так далее. Второй говорит, да, это неправильно. Зачем это надо? Ребят, кто-нибудь так считает, что не надо покупать машину за 2 миллиона? Спасибо, спасибо, что мы на одной волне. У меня сразу, я не стал спорить, потому что, в принципе, но очень хотелось, а внутри такое думаешь. Во-первых, ты, видимо, не видел машины подороже, как вы сказали уже. Это еще не премиум класс даже, да, а это почти. Есть машины и за 5 миллионов, и за 6 миллионов, и за 10 миллионов, и за 15 миллионов, да. И почему кто сказал, что тебе надо купить только машину? А почему нельзя купить и машину, и квартиру, и путешествия? Почему нельзя и, и, и? Почему надо или? Да, не надо себя ограничить. Почему нельзя и то, и это делать? Можно же? Кто запрещает? Да, делать и то, и другое. В этом бизнесе мы получили 2 автомобиля. Первый, как увидишь, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В путешествия. То, про что многие говорили уже сегодня, но, наверное, это как бы то, что цепляет больше мою жену Регину. Ей очень нравится вот это вот признание находиться на банкете директоров. Врать не буду, мне тоже приятно. Особенно в этом году, когда я впервые попал в веб-зону, мне было особенно приятно, потому что там как-то все еще интереснее, ближе сцена и так далее, и так далее. Ну, путешествия, я думаю, что картинки говорят за себя, ничего не буду дополнять. Самое интересное то, что у тебя в итоге получается, то, что дает наш бизнес. Вы сегодня видели выступления людей, которые могут делать бизнес, находясь где угодно. На самом деле, сейчас, сидя в зале, вы тоже делаете бизнес. Вы не просто получаете знания. Да, многие из вас уже используют контент. Меня представляли, как человеку, который хорошо получается контент. На самом деле, контент получается у моей жены хорошо, а я рядом всегда. Но, тем не менее, находясь здесь, я уже с ее инстаграма сделал трансляцию и так далее. Кто с этим сейчас работает? Вот контент, который вы сегодня получаете, вам поможет делать бизнес целый год. До следующего мужского форума. Поэтому это тоже очень важная штука. Конечно, самое главное, из-за чего мы в этом бизнесе, из-за чего я в этом бизнесе, это деньги. Почему деньги? Просто потому, что деньги это возможности. Просто надо сделать так, чтобы они постоянно поступали. И надо сделать так, чтобы они все время больше и больше их становилось. Вкратце о том, что надо делать. Я не буду, конечно, рассказывать какую-то большую историю, потому что времени очень мало. Но я хочу сказать вот что. Если ты пришел в этот бизнес, первое, научись делать то, что уже до тебя придумали. У каждого, у кого есть спонсоры. У всех спонсор в бизнесе у нас тот, кто пригласил. У вас у каждого есть человек, который уже сделал результат. И ваша главная задача просто на начальном этапе освоить то, что до тебя придумали. Изобретать ничего не нужно. Здесь уже давно все придумали. И твоя задача просто создать свою систему. Сначала работать в системе спонсора, а потом создать свою систему. Что самое главное на самом начале? Я просто буду говорить про то, что важно в самом начале. Есть кто недавно в бизнесе? Полгода хотя бы. Хотя за полгода уже много чего можно творить, но тем не менее. Смотрите. Самое главное это цель. Банально. Скажите, пожалуйста, у кого есть написанные цели на 5 лет? На год? Кто примерно представляет, что будет с ним через месяц? На неделю? На день? Вот на самом деле, от этого очень многое зависит. Потому что цель это твое видение. Если ты видишь, что через год ты будешь зарабатывать. Вот кто-то сегодня говорил. Кто хочет к концу года миллион? Да? Кто хочет? Ребят, я честно скажу. Вот на первых рядах ребята сидят. Они им подтвердят. Не дай бог. Да? Не дай бог миллион. Да? Да. Надо же хотя бы 5, хотя бы 10. А кто-то скажет, не дай бог 5. И такие люди есть в зале. Согласны? Поэтому правильно ставьте цели. Каждый определяйте для себя то, что важно. А? Да. Но вот здесь вот опасная штука. Когда человек начинает, чем больше, тем лучше. Все равно нужны конкретные цифры. Потому что чем больше, тем лучше. Это понятие у всех разное. Да. Вот цель. Первая задача, вторая и так далее. Ежедневно надо что-то делать. Ребят, у кого есть план на каждый день? Я замечаю одну простую вещь. Если у тебя есть ежедневные действия, у тебя есть результат. Вот каждый день, каждый день, каждый день. Мне честно скажу, мне очень жалко. Я прям плохо себя чувствую, когда я в какой-то день мало сделал для бизнеса. Потому что на самом деле вот этот один день, он решает, потому что есть сегодня, есть завтра. Вот по чуть-чуть, да, неделя проходит. Смотрим, какой результат за неделю. Ты можешь наметить, ты можешь понять свой тренд, ты растешь или нет. Только по тем действиям, которые есть каждый день. Я почему про это говорю? Потому что у многих жизнь идет как бы недели туда-сюда. Когда начнешь? Ну вот сейчас недельку у меня вот разберу с делами, потом начну. Вот это я все время думаю, как же люди про неделю говорят. То есть мне каждый день важен, а тут неделя туда, неделя сюда. Месяц, через месяц сейчас вот закончу там. Ребята у нас есть кто на вахте, да, и вот они до туда что-то пытаются тоже делать. Вот, как-то работать. Еще один важный момент. Самое главное здесь, ты должен построить свою команду. Когда ты приходишь в бизнес, одной из целей, которую ты должен себе поставить, не деньги, а команда. Согласны? В любом бизнесе самое главное это что? Наш бизнес ничем не отличается от любого другого. Кто бы что бы ни говорил. Он такой же, я всем это объясняю, такой же. Да, какие-то вещи разные, да, нам не надо думать о логистике, нам не надо думать о продукте и так далее. Но в остальные, но все компоненты те же самые. И самое главное везде это люди. И самое главное это команда. Какую команду соберешь, такой результат и получишь. Следующий важный момент. Обучайся сам, обучайся других, но по запросу. Вот это последнее по запросу я добавил в последнее время. Почему? Кто обучается через книги? Кто ежедневно смотрит вебинары? Кто ежедневно может найти любую информацию на YouTube? Скажите, пожалуйста, есть дефицит в информации сейчас? Согласны, да? Нет проблем, если ты не знаешь, как приглашать людей в бизнес, пожалуйста. Как рассказать презентацию, выбери любую. Как, каким методом, как, что делать. Все расписано уже. Согласны? В чем сложность? То, что ее очень много. И я замечаю такую штуку, что многие начинают очень много учиться. Год прошел, я еще не все понял. Год прошел, я еще не все понял. Вот сейчас еще немножко. Это тоже очень плохо. Я считаю, что надо сейчас знания получать по запросу. Вот узнал, сделал. Возьмите это себе за принцип. Вот узнал, вот чуть-чуть, да? И вот столько сделал. Сразу применять. И если у тебя все пока идет хорошо, не надо пока, может быть, даже новой информации. Может быть, кто-то со мной не согласен. Но я очень хочу, чтобы мы начали действовать. У нас было последнее мероприятие, бизнес-мероприятие. И мы опрашивали, задавали вопросы новым результатам. Кто впервые сделал директора, золотого и так далее. И когда мы задавали вопросы ребятам, я понял одну вещь простую. Эти ребята не те, кто больше знают. Не обязательно те, кто разбирается круто. Они, может быть, не знают, как что начисляется. Не до конца понимают, не совсем правильно рассказывают презентацию. Скажите, что выделяет людей, у которых есть результат. Понятно, да, идея? Вот слушаешь, говорит, ну е-мое, ну не лучше. Да, не лучше. А есть очень прокаченные, все знают, все тебе расскажут. У нас полстраны с высшим образованием, да, у которых все, про все знают. Но результаты, к сожалению, не те. И вот очень важно, чтобы сразу действовать начал. Ну и самоконтроль, да, и корректировка. Постоянно сделал, двигаешься, двигаешься, что-то не так, корректируешь, делаешь по-другому. Важно правильно ставить приоритеты. Вот то, что вы сейчас в этом зале, это многое говорит о вас, о том, что вы правильно поставили приоритеты. Вы сегодня, 24 февраля, после 23 вы здесь. Это очень круто, согласитесь. Давайте поаплодируем вам. Я думаю, что это правильная простановка приоритетов. Работаем только на результат. Только результат-показатель. Ты можешь все, что угодно. Но скажи мне, сколько ты зарабатываешь. Покажи мне, какая у тебя команда. Вот показатель, все остальное не важно. Сколько ты времени, у каждого свое время. Сколько ты работал. Нам не нужно количество, нам нужно качество. Следующий важный момент. Колесо гармонии. Знаете, что такое? Пока идем на результат, давайте отменяем. Согласны? Очень трудно сбалансироваться. Очень трудно все время сидеть в позе лотоса и при этом показывать суперрезультаты. Согласны? Я не знаю, у меня не получается. Я слышал где-то на тренинге, что у мужчины может быть в один момент одна идея только в голове. У кого так? Вот одна идея какая-то. Идея стать бриллиантом, например. Идея зарабатывать. Там 100 тысяч в месяц. Да, вот одна идея есть, ты ее пока не достигнешь. Поэтому, друзья, если мы поставили себе какую-то задачу, идем до результата. Идем, пока не получится. Поэтому потом мы будем себя балансировать. На каком-то этапе начнем форму себя приводить и так далее. Но в начале приоритет работы. У меня так было всегда. Только вот это очень важный момент. Меня ничто не интересует. Меня интересует работа в данный момент. Все, что касается детей, все, что касается всего остального, я найду людей, которые мне как-то помогут в этом. Я не буду рассказывать как, я думаю, сами как-нибудь решите вопрос. Не останавливаемся и дедлайн до результата. Согласны? Нельзя делать остановки, когда процесс двинулся. Смотрите, есть такая история. Человек начинает что-то делать и потом что-то на неделю пропал. Скажите, пожалуйста, если ты работал две недели, потом на неделю пропал, что будет с результатами? Ты начинаешь с нуля. Чтобы этого не происходило, пока ты не дойдешь до определенного результата. А что у нас? Пока у тебя не появятся люди, которые могут делать то же самое, что и ты без тебя. Тебе нельзя останавливаться. Следующий момент, друзья. Скажите мне, пожалуйста, есть такое понятие, точка А, где ты сейчас. И есть понятие, точка Б. Это то, где ты хочешь оказаться. Давайте еще добавим, да, точку С. То есть, точку Д. Я тут недавно узнал, оказывается, другие точки есть. Точка Е. То есть, ты можешь себе ставить точку там 100 тысяч. Точка С 300 тысяч. Точка Д 500 тысяч. Точка Е миллион. Кто хотел бы миллион? Кто допускает, что такое возможно? В месяц допускаете, что так бывает у людей иногда? У меня пока не так, но я очень хочу. Есть кто солидарен, да? Отлично. Ребят, вот сначала ты допускаешь, что это возможно. Потом начинаешь что-то делать. И в каждом направлении улучшаешь. Смотрите, друзья, мне недавно, у меня был день рождения, ну, на самом деле два месяца назад уже, но тем не менее, недавно это. Мне исполнилось 37, и как-то, что-то как бы, да, я сижу и я себе просто задаю вопрос, сколько мне осталось, да? Это вопрос, про который неудобно, может быть, да, самого себя спрашивать. Но тем не менее, я посчитал приблизительно. Если жить до 90 лет, мне сегодня 37, то осталось 2860 недель. Скажите, это много? 2860 недель. Прикиньте сами у себя. Но в любом случае, просто задайте себе вопрос, трезво, честно, по-взрослому, сам себе, что ты дальше будешь делать? У тебя 2860 недель, из которых не все, к сожалению, ты будешь в прекрасной форме, наверное, да? И ты не всегда сможешь быть таким же работоспособным. У меня лично это помогает. Я понимаю, что времени немного, и надо, жизнь одна, что надо что-то делать. И мне это помогает убрать страх. У кого есть страх там, как рассказать? Кто боится рассказать, презентации? Есть? Честно. Вот, ребят, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, страшно. Кто сегодня выступал, ребят, было немножко? Страшно, некомфортно, да? Каждый раз. И на самом деле, самое главное, это научиться приручать этот страх и использовать эту энергию в нужном направлении. Я сейчас выходил на сцену, все равно было немножко страшно. Блин, тысяча мужиков, это, блин, которые смотрят на тебя, да? Это реально очень мотивирует, да? Хочется сказать что-то важное. Но самое главное, направляйте этот страх вперед. И задайте себе вопрос, как ты дальше себя поведешь? Слушай, скажите, вот сейчас, да, скажите, пожалуйста, у кого что-то поменялось сегодня? У кого есть принятое решение уже? Еще не закончился форум, у нас еще классное выступление. Кто уже понял, что он будет завтра делать? Послезавтра, этот год, чему посвятит? У кого есть уже? Сообразите, найдете информацию, как это сделать? Вот самое главное, да, из задачи этого форума, чтобы каждый принял решение. Как сделать? Информация есть. Поэтому, друзья, я думаю, что главный атрибут любого мужчины вы видите. И хочу сказать одно, любой может стать любым. Вы сегодня видели фотографии прям очень интересной трансформацией. Любой может стать любым. Просто определись, с кем. Просто попробуй. Все можно поменять. Всем спасибо, друзья. Действуйте, действуйте. Спасибо.